Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня продолжение нашего сериала по прикормкам на разные виды рыб. Сегодня я хочу рассказать по ловле карпа с использованием прикормки уникорм Евгения Середы. Ну и в целом коснемся каких-то моментов замеса, которые относятся не только к уникорму, а ко всем видам прикормок. Смотрите, давайте я слегка коснусь весенней сначала ловли карпа, а именно по холодной воде, потому что бывает не весна, а вот июнь месяц, например, в этом году такой прохладненький достаточно, и вода не везде прогрелась. И в июне, хотя вот в 21 году ловили карпа уже по теплой воде, и он был на всем водоеме, то в 22 году июнь выдался холодным, и середина, начало июня вода еще была прохладной. Значит, что хочу сказать. Основные задачи, которые мы должны исполнить, придя на водоем по холодной воде, или прохладной воде, летом для ловли карпа, это найти обязательно прогреваемое дно, где солнцем прогревается, где небольшая у них глубина, желательно это где-то полтора метра, два метра, больше уже не стоит, может быть даже метр, где-то это вот в идеале так. Дно обязательно не должно быть иллистым, вот с черным таким илом, да. Почему? Потому что там низкий кислородный режим после зимы остался, и на этих местах позднее всего начинается, скажем так, рождаться всякая живность, которая питается и привлекает рыбу. Поэтому карп на такие места никогда не придет, хоть вы там обкормитесь. Поэтому первое, что нужно сделать, это пробиться, найти участок дна, который будет именно с углинком, либо жестким дном, да, какой-то пятачок, и именно на нем кормиться. Желательно, чтобы это было относительно удаленного от берега, чтобы рыба просто лишний раз не пугалась, но в принципе это не критично, это нужно смотреть уже по месту, потому что водоемы разные бывают, бывает так, что на 10 метрах карп совершенно спокойно чувствует, а у меня есть несколько водоемов, на которых нужно кормиться там 30 метров, да, и он слишком мелко, и он близко к берегу не подходит, побаивается, еще пока еще вода не прогрелась. Поэтому вот такие основные моменты, да. Если вы это соблюли, то следующее вступает в силу, это цвет прикормки, фракция, соответственно, да, ароматика и так далее. То есть цвет не должен быть светлым, желательно, чтобы этот цвет был красноватым. То есть он будет практически в цвет дна, но чуть более красным, более бордовым, красным, вот такие цвета, они будут оптимальны. Обязательно, чтобы это было, чтобы в прикормке не было много крупной фракции, добавлять туда крупные фракции не нужно. В идеале это, как я делаю, да, беру банку кукурузы, через сито выливаю сок, на этом соке замешиваю прикормку тоже из баночки, да, консервированную кукурузу. И дальше просто на сито вываливаю кукурузу и через сито рукой протираю ее, для того, чтобы она была такими вот, ну и мелкая, она рвется там где-то, да, то есть чуть покрупнее, чуть такие жамки такие были, да. Вот, это вот, то есть карп, это привлекает очень, прикормка насыщается вкусом, запахом, да, то есть это очень важно. Второй момент. По весне часто бывает опасно использовать опарыша живого, подвижного. Рыба часто его боится. Это, опять же, все, что я говорю, это, скажем так, бывают исключения. Это не закономерности стопроцентные, но это в огромном количестве случаев и гарантированно в большинстве подавляющих случаев это так. Поэтому про опарыша. То есть весной карп часто боится, и летом это тоже, кстати, иногда бывает, но гораздо реже, именно подвижных личинок. Он на них смотрит, но не берет. Поэтому вы опарыша желательно шпарьте кипятком и после этого вносите уже в прикормку. Из насадок это маленькое зернышко кукурузы, одно на крючке, там, примерно 14-12 номера. Это вот идеально так. Либо там 2-3 мотылика, а бывает и один мотыль. Да, на поводочек 0,14 я вот использую, как правило, вот 0,12-0,14. Это вот оптимальные поводки для ловли вот такого рыбхозного карпа, полтора, грубо говоря, килограмма, там, плюс-минус. У вас гарантирован успех, да, вот при этом ловле. Оснастка можно паттерностер совершенно спокойно, никаких проблем здесь нет. Инлайн я тоже делаю, но здесь он не нужен в этой ситуации. В идеале все-таки пользуется паттерностом, если вы хотите добиться самозасечки. Да, то есть часто так бывает, что когда у вас пошел квертип дергаться на фидере, да, вы уже фактически догарантированно, что карп сидит. Поэтому в инлайне вы должны сечь этот потяг. Теперь коснемся теплой воды. По теплой воде, если карпа много, и он активен, как правило, он всегда активен. Это зависит от зарыбления чаще всего, даже больше, чем от погоды. Потому что когда карпа много, он не очень критичен для при смене погоды, если уж совсем там давление не прижмет и так далее. Вот. Но в этой ситуации его нужно кормить много и совсем не обязательно дорого. Поэтому в этой ситуации совершенно не нужно покупать прикормки дорогие, много и так далее. То есть мы берем базу, при том даже без мелассы, а просто обычную, недорогую, вот такую базу, 3 килограмма, и берем карп клубника, если теплая вода. Если на улице похолодание, и поверхностные слои, и прохладные еще сохраняются, то второй вариант это карп слива. Вот эти две прикормки, они примерно в равных степенях работают на разных водоемах. У меня есть водоемы, на которых гарантированно работает слива просто шикарно всегда. И хуже работает клубника. И есть и наоборот. Вот. Поэтому вот для меня основные прикормки на карпа, это вот карп слива и карп клубника. Ароматикой сюда можно, туда доливать. Очень хорошо у меня даже с клубникой работает плюс мед. Бывало так. При том мед я добавляю, вот беру вот эти мензурочки, которые я вам показывал в прошлом ролике, по 30 миллилитров. Этот мед лью, вот кормушку заполняю половину, да, прикормкой. Чуть-чуть ливану туда меда, и сверху еще сухой, ну не сухой, увлажненный прикормки из ведра. Прижал, забросил. Карп, как правило, вот поклевка следует быстро очень. Дальше. Здесь у меня есть еще карп, караль, сазан, крупная фракция. Здесь, в принципе, это универсальная по составу прикормка. Она ягодный аромат имеет. И работает по большому счету. Она самодостаточно работает самостоятельно. Увлажнять, доароматизировать ее нет никакого смысла. И, как правило, это Астрахань, это южные регионы России, вот, либо это какие-то стоячие водоемы в деревнях и так далее. То есть там вот эти прикормки, они просто на ура работают. Люди их берут у меня там десятками и сотнями килограмм. Говорят, что только вот она и работает. Туда вообще ничего не добавляют, потому что там уже в составе есть крупные фракции. Плюс она универсально работает. Карс, здесь написано карп, карась, сазан. Она так и работает. Кстати говоря, многие называют убийцей сазана на Волге. Ну, в Астрахани, да? Дальше. Вот такая есть прикормка. Под вопросом у меня. Карп, карась, колорамель называется. Вот у меня она сработала один раз. Раз, но очень эффективно, когда молчали все, все и у всех. Притом дно было ровное. То есть грешить на то, что у меня там была какая-то ямка, где карп собрался, нет. То есть она действительно сработала. То есть это прикормка по конкретным водоемам. То есть я ее всегда беру на незнакомый водоем, отдельно кормлю одну точку, там штук 10 кормушек заброшу и туда там положу, да, какой-нибудь там пучочек опарыша или там кукурузку с опарышем сверху насадкой и смотрю, там минут 10-15 раз еще заброшу. То есть один фидер у меня как бы проверочный, вот с этой прикормкой всегда есть. Бывает и выстреливает, да, но не на всех далеко. То есть примерно 20% из 100 она выстреливает. Но если выстреливает, значит она убивает там всех и все рядом. Значит карп, карась, жареная семечка. Вот такая вот вещь, очень вкусная для рыб, очень хорошая, она рабочая, очень работает на практически всех водоемах тоже, где, как известно, карась и карп любят жмых, это любят семечки. И вот эта прикормка для тех водоемов, где работает, соответственно, жмых. Добавлять сюда крупную фракцию нужно, соответственно, как и ко всем прикормкам, я сейчас коснусь об этом, нужно исходя из активности рыбы. То есть если вы приезжаете на водоем, там карпа много, людей тоже много, рыболовов, и все в принципе ловят его, да, туда обязательно нужно крупную фракцию добавлять. Для этого существует вот такая вещь, супер микс трофей. То есть здесь огромные кусочки и печенья, и кукурузы, и орешков, и чего только нет. То есть это вот специальная добавка, далека крупная фракция, к любой абсолютно прикормке, она не имеет запаха, поэтому она подходит к любому составу. Дальше. Есть люди, кто, скажем так, хотят, часто приходят и говорят, что вот у меня там конкуренция большая, мы на мостике рядом сидим, мостков много, все рядом. Часто бывает так, что я кормлю, у меня нет, сосед таскает. Вот для этих целей карп трофей эксклюзив. То есть это супер мощная смесь, плюс с учетом того, что я многие из того, что вы видите, составы, да, еще усовершенствую для своего магазина персонально. Прошу добавить, допустим, больше ароматики, больше какого-то более дорогого компонента. Хотя от этого дороже в рознице она не становится, стоят они одинаково. Карп трофей эксклюзив. Это самодостаточная смесь максимального качества, с очень качественными ингредиентами, с хорошей ароматикой. То есть она работает шикарно всегда. И маленькая тонкость. Если вы приходите и соседи ловят, либо вы сидите все вместе там, да, и у соседа начинают клевать, а у вас нет, берете кормушку и подряд, где-то в течение 15 минут, через каждые 30 секунд, минуту, вы кормите эту свою точку. Притом прикормку делайте так, чтобы она от удара в воду уже начинала высыпаться. То есть чтобы пока кормушка прилетела на дно, там чуть-чуть совсем уже оставалось этой прикормки, 30 секунд прошло, вы выдернули, кормушка пришла пустой. Пока она погружается, пока она ударилась, вот этот шлейф мути, прикормки будет опускаться на дно. То есть тогда с огромной вероятностью, ну вот у меня, если человек не предпримет никаких действий, да, сосед, то вы у него соберете рыбу, я вам гарантирую. То есть эта рыба придет к вам. В этой ситуации насадка подлиннее поводочек обязательно, потому что вот по мере вот такого темпа, да, заброса, при кормке рыбка будет чуть-чуть ждать, чуть подниматься и ждать насадки вкусняшек сверху. В этой ситуации, если у вас будет короткий поводок, там 10 сантиметров условно или 20, поклевок частых не будет, она просто не успеет. Поэтому здесь я ставлю поводок, там где-то 50 сантиметров, 50-70, ну достаточно, больше не нужно. И, как правило, жду поклевку на падении. Небольшой крючочек, можно там два мотылика, можно маленькую зернышко кукурузку, опарыш, то есть не надо крупные зерна с кукурузой сажать. Сделайте среднее маленькое зернышко, мягенькое, беленькое такое кукурузки и опарыша сверху одного. Единственное, пускай он там чуть вихряется на крючке. И вот забросьте, вот 100% вам говорю, напишите, пожалуйста, что у кого получилось, у кого нет, уверяю, что получится у всех. То есть вот при таком темпе заброса, темповании закорма, такой вот сессии по закорму, дальше вы уже притупляете темп, где-то там, грубо говоря, на 15 минут, на 10. И вновь такой темп. Вот две таких сессии закормочных и гарантирую, что у соседей, если они будут предпринимать то же самое, либо ароматику не умеют лечь, но, как правило, не все всегда это все умеют делать, рыба будет у вас. Это 100%. По поводу крупной фракции. Вот что я сказал, да, если рыбы много и мы кормим ее активно, то есть карпу нужно просто есть. Поэтому нам достаточно недорогой, дешевой базы и какой-то одного пакетика, как я сказал, карп-клубника или карп-слива. У вас получается по большому счету 3-4 килограмма прикормки, сухой. Этого достаточно для полноценной рыбалки, там, грубо говоря, на 4 часа примерно. Ну, на 4, максимум на 6 часов. Этого достаточно абсолютно для, в принципе, подавляющего числа платников. Поэтому это максимально бюджетно и максимально эффективно. По поводу крупной фракции про кукурузы. Сказал, вот сюда же, да, к этой можно еще добавить полпакетика вот такого вот этого супермикс-трофея. Вот, там просто есть все сбалансировано вместе с перецом еще и со всей, со всем тем, что нравится кушать карпу. Ну, в двух словах так. Итак, пишите обязательно свои вопросы. Обязательно подписывайтесь на канал, на страничку в соцсетях, ВКонтакте, Телеграм, на страничку магазина в социальных сетях. Ну, соответственно, это вам даст возможность получать бесплатно запасные части на удилище, купленное у нас в магазине Multifish. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok